Все дальше, к точке, где сходятся меридианы, шагают семеро отважных. Позади более 800 километров трудного пути, холод и пурга, торосы и полыньи, все приходится преодолевать на пути к заветной цели – полюсу. Столетиями манила к себе людей Арктика. С именем этого человека связано начало советского этапа в ее исследовании. Иван Дмитриевич Попанин – человек легендарной, необыкновенной судьбы, руководитель первой в истории научной экспедиции «Северный полюс». Знаменитый арктический исследователь, доктор географических наук контр-адмирал Попанин встретил нас в своем рабочем кабинете, где он руководит отделом морских экспедиционных работ Академии наук СССР. Иван Дмитриевич, между этими вашими фотографиями и фотографией, опубликованной в «Комсомольской правде» расстояние в 42 года, не правда ли это продолжение вашего подвига и подвига ваших товарищей по освоению Арктики? «Тяжелый труд на себе взяли ребята. И комсомольцы испытывали очень много, поэтому я горжусь и слежу за ними. Они часом у меня приходили. Я знаком со всей экспедиции. Говорил, какие трудности вас ждете. Поэтому не ждите там, что будет вам апельсин по дороге лежать. И все-таки их упорца. Пример для всей молодежи. Это идет семерка замечательных, трудолюбивых комсомольцев. Впервые в истории, которые хотят доказать, что можно пробраться. Поэтому всячески приветствовали. Старался им показать, что имейте в виду, за вами будут следить. Авиация пошла навстречу. Весь советский народ с большой любовью будет следить за вами. Иван Ильич, что бы вы хотели пожелать вот этим ребятам? Желаю им самого лучшего успеха. Я уверен, успех будет у них. Спасибо. Спасибо.